доброго времени суток друзья и я сегодня нахожусь в очень необычном месте я нахожусь в гостях у дмитрия который у нас валенсии лечит зубы но я к нему пришел совсем по другой теме зубы сейчас лечить не будем мне попалась очень интересная интересные вернее две картины я никак не могу установить их не и но художника не мог понять кто ему то обратил свет дмитрию почему потому что у дмитрия есть супер супер классный электронные вот такой вот микроскоп как называется это хирургический стереомикроскоп для точных операций микро ну для картины пойдет абсолютно можно вот сейчас мы мы короче говоря посмотрим кто этот все-таки картины нарисовал ну а ну подожди да я покажу картины то есть меня заинтересовали эти две картины смысл такой что художник нарисовал это темы альбуфейра валенсии но нарисовал и там было написано 32 год или 82 мы так и не поняли а тут свет не видно а ну-ка покажи на свет свет убрать и вот такая вот картина тематика альбуфейра до валенсии ну вот и сейчас мы попытаемся вот это показать все вывести кто же все-таки художник ну-ка а ну-ка а ну-ка ну-ка все-таки мы его раскрыли да все-таки мы но это 32 год по-любому но что там еще написано что-то я никак не могу понять можно разобрать но там бы расплылась просто да просто краска даже на очень большом получении мы начинаем терять да 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 зато видно зато видно в плетеную в краску вот от кисти волокна кусочки короче говоря получается так что это 32 год это значит было просто тогда была мода знаешь как обыкновенная доска и на нее клеили холст и потом на холсте уже рисовали потому что видишь точки вот это точки это холст константин а вот я вижу кусок кисти приклеены к холсту а ну-ка а самое интересное что это же еще до гражданской войны до до гражданской войны да 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 так миссия слушай а вторую посмотрим картину да давай посмотрим конечно сейчас получается ты проливаешь что тебе тебе можно приходить не только зубы лечить что просмотреть приходите дмитрий клубы персиан закрыть до гравюры были за безопасности да что ты выставили не автор роспись да а я еще через увеличительное стекло смотри автор тоже здесь четко прослеживается но нет года по стилю и по этим самым по рамкам все понятно что это где-то тридцать второй год то есть это времена как раз велика депрессии сша тридцать второй год эпоха бутлегеров расцвета подпольных империал капон и прочее а где-то у него это лопат рисовал свои гравюры но где-то здесь валенсии же да где-то здесь как раз через некоторое время хемингуэй напишет свой роман по ком звонит колокол как раз он же был участником гражданской войны до в испании наверное все таки правильный город в котором мы живем столько историй константин это правда да то что истории здесь много это точно это факт еще клады в зубах но мы ищем вклады в стенах все равно нормально дим ну так как мы уже здесь уже ну так вот сросло что я приехал тебе попросил тебе большое спасибо ну двух словах скажи о своей клинике ну она уже закрыта сегодня нет я имею ввиду людям скажи о клинике о своей ну че уже пусть узнает и уже третий год пошел три года да ты уже три третий год 22 мы уже здесь как открылись то есть работаем в этой клинике которая мной открыто и в общем-то все мне нравится единственное что еще много нужно усовершенствовать как всегда там всегда хочется что-то покупать новое пациенты хотят хорошее увлечение но я вижу ты стараешься постоянно какие-то какое-то оборудование новое покупаешь нам какое-то неземное набор нам пора уже конечно выходить на какой-то цифровой уровень потому что сейчас на самом деле у нас есть уже чем заняться здесь потому что в цифре мы уже работаем если что нам нужно будет сделать это сейчас наверное цифровую лабораторию она отчасти есть но в общем то с испанскими техниками все-таки нужно будет налаживать контакт с ними говорим уже на их языке не не просто на испанском языке но там есть своя школа свои традиции звук технических которым в принципе у нас мало общего вот и нам нужно с ними маски какие-то наводить протоколы вместе создавать какие-то все-таки здесь это ну то есть ты двигаешься в этом направлении на он да мне нравится потому что здесь на самом деле очень хорошая возможность для развития для позитивного просто вообще но в принципе я уже живу здесь 20 лет ну вот мое мнение о твоей клинике я потому что зубы лечатся регулярно до во всяком случае у меня но у такое мнение твоей клинике сложилось что в принципе я не видел таких крутых наворотов как у тебя клинике здесь в общем то ну да и мы только в принципе в начале пути я бы хотел конечно увеличить и не только не только количественно допустим коррект количество услуг которым придано и качество потому что стоматология самая быстрая из всех медицинских специальностей она быстрее растет и быстрее прогрессирует чем даже кардиохирургия потому что здесь как раз идет стоматологию бесконечный прогресс и сейчас абсолютно нормальным считается например изготовление полностью зубов всех верхней и нижней челюстей просто за один визит это является стандартом сейчас разве такое возможно представить еще несколько лет назад что-то ты такое рассказываешь как космос есть протоколы конечно не всем пациентам они подходят но например если мы говорим о том что нам требуется удалить у пациента все зубы и поставить ему тут же новые мы же можем сделать заранее использование цифровых технологий нам позволяет то есть мы делаем сканирование его челюстей заранее а потом мы уже делаем новые зубы под его по его размерам мы убираем старые устанавливаем новые опоры в виде имплантата скорее всего и уже к ним прикручиваем и все это совпадает слушай а у меня такой чисто такой любопытный вопрос у тут у кого старые вот такие имплантанты помнишь самые первые были имплантанты тогда было а вот это уже есть люди которые ими недовольны они хотят что-то новенькое поставить там какую-то это возможно это уже это но это больно все равно дает не да и плантата станут абсолютно не больно а есть один один нюанс очень очень такой момент интересный все пациенты думают что имплантация это больно но нет потому что костная ткань а имплантата становится именно в костную ткань она не имеет именно болевых рецепторов то есть обезболить собственной кости очень легко главное уметь знать в какой позиции нужно и самое важное планирование имплантации именно реализация она уже отходит второй план потому что мы просто воспроизводим все то что мы запланировали и например нельзя имплантировать в лунку зуба удаленного без без изучения детального снимков до до собственного удаления и бывает что мы уже заранее все проделали на планирование уходит два часа на реализацию 20 минут кошмар и пациент как бы парит так быстро да ну и остается за кадром себя проделана работа до то есть все расчеты которые мы производим пациент нам предоставлять снимки мы занимаемся уже расчетами изготовлением каких-то вспомогательных устройств шаблонов для имплантации прочим прочим и уже здесь кабинете вот здесь непосредственно происходит собственно сам само действие весь театр вокруг пациент разворачиваться в течение 20 минут отрабатываем и все за кадром остаются часы и бывает даже не иногда месяцы планирования слушай вообще ты такие вещи рассказываешь на вообще интересно я почему говорю потому что в испанскую клинику я захожу они как-то по старинке все тебе вот это вот я почему мне нравится тебе приходить почему я пару раз тебе же обращался это мне зуб вырывал прекрасно там все что-то но все это делалось быстро понимаешь по сравнению от испанцев там у нас есть такое любимое слово маньяна то есть это завтра да и то есть но мне это нравится то есть вот это вот у тебя вот это быстрота откуда за вас все-таки закваска московская или что ну наверно все-таки здесь все в общем и все факторы играют роль потому что во первых время пациента время клиники и собственно сам саму саму процедуру должно быть как бы наименее продолжительный по времени но конечно же без потери каких-то этапов которые определяют определенные конечно опыт уже дали какой-то какие-то протоколы которые мы применяем они конечно были передовые нельзя сказать например здесь в испании есть интересные конечно школы и клиники но опять-таки есть маркетинг чистом видео есть есть медицины которые в общем-то откуда вышла стоматологии собственно медицинская наука и если мы ставим углового маркетинга и бизнес это одно но когда идет работа основанная на и показаниях медицинских тоже другое и здесь конечно можно говорить о том что какие-то процедуры выполняются быстрее какие-то медленнее но как говорил как говорил учитель когда тебя спросит пациент доктор вы вы мне сделали эту работу за 10 минут а заплатил я 50 евро и 10 минут вашей работы и 50 евро может быть 200 евро и как это сопоставить но очень легко вы не заплатили не здесь не за 10 минут моей работы а за 15 лет учебы которую я который я отдал чтобы сделать эту работу вам за 10 минут вот ответ на вопрос как не на хорошие да дмитрий слышишь но получилось все спонтанно кстати мы все-таки приходили мы брали брали вот это вот вот эти картины хочу показать то есть все-таки это прекрасные картины которые меня заинтересовали все-таки кто знает мое хобби обращайтесь кстати ты уже так бы делать я так спонтанно интервью взял тогда досними меня чтобы это было как бы давай показано что мы сюда это не не монтировали ничего константин арасов которые они сегодня пришел и ускал слушай дима как бы я слышал ты сегодня вечером не очень поздно заканчиваешь может быть мы сегодня посмотрим вещи которые нам интересны и я думаю почему бы нет и вот ребят я посмотрел я что хочу сказать когда вы в валенсии находитесь кто и хотите и хотите то есть сделать друзьям подарок не покупайте картины там какие-то китайского шерпотреба обратитесь ко мне у меня есть всегда старинные картины старинные гравюры которые я вам отдам за копейки у меня есть такое небольшое хобби я спасаю картины то есть если я вижу где-то нахожу картины которые я могу спасти то есть они мне достаются я их не надо реставрирую чуть-чуть все и потом просто или отдаю если просто даже дарю или надо там придется вложить в эту картину какие-то деньги я символически беру за эту картину я не беру там полностью да то есть если кому-то на подарок надо обращайтесь обязательно я вам что-то подыщу дим ну что большое спасибо тебе я очень рад что у меня полу мы запилили такой классный ролик так что ребят все идите к диме пожалуйста идите к диме потому что дима это конечно что-то чем-то дим кстати никто не будет знать вот многие будут смотреть и не будут знать твой адрес ну-ка скажи мне на память свой адрес мы в валесе по-прежнему лучше только где собственно я и открывались сначально это улица висита фирм номер два или номера dos по-испански и это находится фактически вот в центре города где примерно напротив торрес сэранус это знаменит эти валенсийский ворот один из главных городских ворот мы примерно находимся между школы языков валенсия официальная школа языков и полиция автономии есть небольшой коориентир узнают многие кстати кстати многие русскоязычные туристы и жители валенсии это маленькая арка маленькая полуразрушенная арка называется ля торрета и вот мы прямо находимся строго за аркой то есть получается если вы пройдете через арочку через эту как там сложно и пройдете вы уже сразу же попадаете в нашу клинику в свою очередь я наверное твои данные оставлю в комментариях там в ю тубе внизу в комментариях то есть кому-то нужно будет пожалуйста посмотрите комментарии и я там оставлю адрес дмитрия так что все нормально ну вот как то так у нас получилось все круто вот этот вот вот этот аппарат да вот этот чудный на аппарат нам сегодня поднял вечернее настроение так что мы дадим отдохнуть завтра нам придется начать снова то есть уже использование этих штучек уже лечить пациентов ну все ребят я прощаюсь кто был с нами большое спасибо всем всего хорошего